Жуткая трагедия в Сургуте. В одном из дачных домов кооператива «Виктория» в пожаре погибли двое детей. Пламя объяло двухэтажную постройку около двух часов ночи в субботу. На место выехали несколько отделений городского спасательного гарнизона. К моменту прибытия огнеборцы уже знали, внутри, на втором этаже, дети. Как только первая машина остановилась, в дом сразу же вошли специалисты газодымозащитной службы. Их оборудование позволяет находиться в непригодных для дыхания помещениях. Однако из-за высокой температуры добраться до двух мальчиков в трех и семи лет спасатели не смогли. По прибытию пожарных подразделений происходило горение дачного дома, полностью было охвачено огнем. При тушении пожара происходили взрывы газовых баллонов. По информации встречающих сразу поступило, что в доме находятся дети. Работало четыре звена ГДЗС. К сожалению, детей спастись не удалось. Взрослые как раз сами эвакуировались. После безуспечного спасения детей уже невозможно было находиться в помещении. Состояние у них было шоковое. Множественные ожоги, так как они находились, как спали, так и вышли. То есть, грубо говоря, в нижнем белье. Мужчина и женщина в возрасте 58-59 лет находятся в больнице в палатах интенсивной терапии с ожогами и отравлением угарным газом. Напомню, другой пожар в дачном кооперативе «Здоровье» полтора месяца назад также унес жизни двоих детей. Из-за короткого замыкания дотла выгорел одноэтажный дом. Пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка не сумели выбраться. Что послужило причиной нынешней трагедии, еще предстоит выяснить. По факту пожаров в СОТ «Виктория» следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По версии следствия, 24 апреля 2021 года в период с 0 до 2 часов ночи в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание дачного дома, расположенного в СОТ «Виктория» города Сургут. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причинного сгорания. Расследование продолжается.